Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет прогулка по магазину Лента. Давненько не было таких видео на моем канале. Исправляюсь. И сама непосредственно закупка будет уже в следующем видео. Я стараюсь все публиковать в один день. Поехала я туда, во-первых, для кое-каких покупок для школы от родительского комитета. И именно поэтому я не сделала кое-какие покупки для дома. Я вам потом покажу. Кстати, вот в этой коробке я вначале подумала, что это какая-то картина по номерам, а это, казалось, телевизор. Ну и купить различные расходники для дома мне нужно было. Конечно же, я позависала в посуде. Очень мне понравились вот эти кружки. Но никакую посуду я брать не стала, потому что у меня такие были достаточно объемные покупки. Надо было воду там купить в школу. В общем, такое все. И поэтому я себе домой посуду уже не взяла. Я бы ее разбила. Ну, в общем, и неудобно было так из-за воды тележка у меня была достаточно такая большая. В общем, всякая-всякая-всякая красота из посуды, мимо которой я пройти, конечно же, тоже не могу. Вот такие бокалы. Поснимала вам тут цены. То есть такие узенькие. 249, это вот такие широкие бокалы. И вот такие голубенькие. Мне еще вот эти очень понравились. Очень они понравились. Прям вообще. Вот. 199. Но на самом деле надо смотреть штрих-код. Вот такие бокалы для шампанского. Это 219. Надо обязательно смотреть штрих-код, потому что, видите, один ценник, а бокалы разные. Вот. Но штрих-код вот на столбах стоят. Такие специальные штучки, где можно проверить по штрих-коду цену. Но обязательно проверяйте. Особенно вот посуда, одежда, что-то такое. Потому что бывает, ну, пересорт, скажем так. Вот. В общем, тут позависало. Вот эти кружки тоже очень красивые. По знаку зодиака, я так поняла, такие синие, яркие. Смотрите, какие классные. Вот такая синяя тематика. Она, кстати, мне очень понравилась. А вот эти бокалы мне почему-то напоминают советское время. Я не знаю, почему. Мне кажется, у нас в серванте стояли такие бокалы. Только, по-моему, из хрусталя, наверное, раньше делали. Может, из стекла. Не знаю. Но вот почему-то мне напоминает это советские бокалы. Даже вот форма их, знаете. Не знаю. Вот такой соусник, кстати, очень прикольный. Но тоже я, опять же, ничего не взяла из посуды вообще. Вот. Ну, всякие мисочки, тарелочки. Это все просто потрясающе. Одна девушка мне в предыдущем видео написала, что ей больше понравилось вот эта тарелка. Но это прям большая. Это скорее блюдо, да, для... Вот там салатика, может, какого-то. То есть, видите, размер какой. Этой тарелки и той. То есть, прям совсем такая большая. Хотя, действительно, я с вами соглашусь, что тоже прикольная. 229 рублей. И вот такая маленькая еще по 149 рублей. Но она совсем маленькая для моих. Вот. Вот эти тарелки, да, я все-таки хочу их взять. Для... Ну, такие глубокие для супа нет. А вот именно такие большие 6 штук. Но в этот раз, видите, задача у меня была другая. Но было время погулять. Поэтому поснимала. Валенки, тапочки. Моя любовь. Я обожаю все это. Но, опять же, для себя не купила. У меня сейчас много. Я и Фаберлик заказывала. И из Ивановского текстиля. У меня еще с прошлого года остались тапочки. Но они просто классные. Опять же, да, вот стоит ценник. 399. Но нужно сканировать штрих-код. Смотреть. Здесь 349. Я сомневаюсь, что эти валенки столько стоят. Обычно это рублей 500-700. Такие тоже очень симпатичные. 499. Ну, наверное. Те там 999 розовенькие такие. Очень прикольные. Ну, я бы все себе взяла. Вот. Мужские тоже их совсем немного. И детские. Смотрите, какие милые детские тапочки. Ах, была бы у меня девочка, девочки. Это вообще. Зарплаты мужа нам бы точно не хватало бы с ней вдвоем. И вот такая вот новая еще коллекция появилась новогодняя. Очень мне понравилась. Смотрите, какая классная баночка, кружка. И вот эта вот штучка для чайных пакетиков. Мне очень понравилась. 99 рублей она стоит. Ну, это надо набирать целый такой сервиз, да. Вот. Красивый. Еще понравились вот эти вот, как они правильно называются? Форма для запекания. Менажница, по-моему, еще по-другому, да. Для, ну, в общем, маленькие такие, да. Вот. Цены тут тоже. Ну, видите, да. Форма для запекания 169. В общем, цены-то просто поставлены. А по итогу, кто что стоит, это нужно все-таки сканировать. Еще раз повторюсь. Вот. Стаканчики еще вот такие одноразовые, кстати, прикольные. Как раз на мне надо будет в школу такие покупать. Вот. Ну, как бы от родительского комитета, да, для празднования. Вот такая здесь сделана, как правильно назвать, витрина, выставочный такой, не знаю, лоток, наверное. Не знаю, как правильно назвать. Очень красиво сделаны конфетки всякие разные. Тоже вот эти вот феррера роше, вот такие тоже конфеты, наверное, очень вкусные. Но я ничего такого не взяла. Но, например, там на какой-то чисто символический подарок такие конфетки. Еще там что-то, чай какой-то красивый положить. Почему бы и нет? Тем же учителям в школу, например. Вот. Ну, и зашла я дальше уже в макаронные изделия различные. Увидела акцию на Борилла. Очень люблю, кстати, эти макарошки. И, конечно же, всегда, когда они есть по акции, надо мне или не надо, я обязательно беру. Мне приглянулись вот такие, вот смотрите, прям миленькие, миленькие, хорошо. Вот такие вот совсем маленькие детки. Такие вот макарошки, они как кашицы, такой будут, мне кажется. Вот. Я их своим решила взять, так как у меня любят такой куриный супчик кушать. Вот. Такие бантики я не стала. У меня есть, кстати, дома еще такие бантики. Поэтому уже не стала их взять. Но не на все макаронные изделия Борилла. Скидки. Надо смотреть, что написано на ценнике. Ну, как минимум. И еще у Бориллы появились новые вот такие спагетти. Но я не стала их брать, потому что, видите, они коричневые. И у меня дети не едят такие коричневые. Хотя они обычно по вкусу, как обычные. Но вот как-то так. И вот такая вот вермишелька, тоже такая тоненькая-тоненькая. Кстати, от Борилла вот эта вермишель, она не разваливается. То есть нет такого, что в кашу там потом превращается все. Такого, ну, я, по крайней мере, не замечала. И любимый спагетти наш номер один тоже я, конечно же, взяла. Ну, идем, конечно, дальше. Всего понемногу. Особо мне ничего, на самом деле, не надо было мне. В основном расходники. Там туалетная бумага, бумажные полотенца и так далее. Но не пройтись по всем отделам я же не могу. Ну, как так можно? Вот. Хурма здесь продается, но она мне не понравилась. Она вообще, кстати, я уже наелась хурмы. Вот. Ананасы 99 рублей за килограмм. Я, конечно же, один обязательно взяла. Ну, в общем, всякие тут, как всегда, бананы, мандарины. Вот. Все, как всегда. Я обязательно еще возьму яйца три десятка. Потому что у меня муж очень часто делает себе яичницу. Старший сын тоже по утрам. Они или омлет, или яичница. Чем-то таким очень любят завтракать. Здесь все рыбное. Вот. Но саму рыбу я не стала брать. Я все-таки в магазине колхоз ее потом возьму. Все, что мне нужно. А здесь я пошла искать свою любимую имитацию икры. Очень я ее люблю. Я не знаю. Это просто для меня это даже не то, чтобы икра именно. А просто вот просто вкусно. В общем, кто не пробовал, попробуйте. Но сразу предупреждаю, что это не то же самое, что обычная икра. Я об этом часто говорю. Многим мне, кстати, писали, что вообще не понравилось. Вот. И еще вообще люблю всякие вот эти вот рыбные вот эти вот всякие штучки. Икра трески там всякая вот это. Все вот это очень люблю. Мой муж, кстати, любит вот такую вот с креветкой. Тоже, конечно же, взяла. Вот. Но, как повторюсь, рыбу я уже не стала брать. Только так посмотрела на нее. И все. Я не скажу, что в магазине колхоз она дороже. Я бы сказала, цены те же самые. Вот. Ну, и здесь сыры. Ну, как я решила, вот такие плавленый сыр мне нужно было взять. И, кстати, я, по-моему, плавленый сыр в итоге так и не взяла, забыла. Причем подзависла на чем-то другом, как всегда. Ну, и здесь уже потихонечку двигаюсь в сторону кассы. Там у меня покупки. Ну, я их уже не буду показывать, потому что я отдала для школы еще. Поэтому тележка все равно получилась целая. Арбузы. Удивило меня. 229 рублей за килограмм. Вот такие вот маленькие арбузики. Смотрите, какие. Но что-то у меня как-то вот желание купить не вызвало. Не знаю, почему. И вот тут был взвешенный один арбуз. 463 рубля. Получается вот такой один маленький арбуз. Почти 500 рублей. Ну, как бы, не знаю. Как-то они не очень аппетитно, на мой взгляд, выглядели. Да и травануться, наверное, можно. Я так думаю. Тесто обязательно беру себе, чтобы у меня было в морозилке. Вот это вот мне очень понравилось. Я его уже как-то покупала. Хорошо делать вообще просто булочки без всего. Не знаю, сахарком посыпала сверху. И просто, и просто булочки. И все из слоеного теста. Ну, и, конечно же, я еще возьму лентовский. Только не 365 дней, а именно марки Лента. Потому что они, 365 дней, оно, конечно, вообще, там даже, наверное, теста как такового нет. Не понятно, что он, когда размораживается, начинает расплываться. То ли там муки пожалели, то ли что. Мне больше нравится именно эта лентовская. Всегда беру впрок его, чтобы у меня, если что, было, мало ли что, что-то захотелось вкусного печеного, достала, сделала. Ну, и, конечно, тут всякие творожки, йогурты. Я в последнее время не особо их, на самом деле, ем. Если мне уж очень хочется молочки, я иду, покупаю на развес вот этот мне очень нравится зернистый или зерненый творог в сливках. Но дети у меня такого не едят. Они едят вот это Даниссимо. Муж тоже очень любит вот это Даниссимо. Поэтому, конечно, им тут набираю с разными вкусами. Хотя Даниссимо, на мой взгляд, ну, как бы слишком высокая цена. По мне так 57-59 рублей. Вот. Еще сливки, конечно же, я себе взяла. Беру сливки, которые на данный момент по акции. Я вот, например, 10-ти процентные вообще не вижу никакой разницы. Ну, здесь вот большая упаковка. Мне как раз на кофе еще на что-то хватит. А дело вина. Я, на самом деле, шла за соками, но не могла пройти мимо и не заснять вам. На самом деле, когда я вот прохожу в этом отделе, мне всегда хочется красного вина. Не знаю, почему. Ну, вот как-то так. В общем, иду уже на кассу. Вино я, кстати, не купила тоже, потому что у меня и так была полная тележка. Из-за всякого такого. Вот. Здесь еще всякий появился разный сахар. Хотя говорят, что... Напишите, правда это или нет. Если кто знает, что вот этот сахар тростниковый, который коричневый, чаще всего это просто обычный сахар с красителем. Вот кто знает из вас. Напишите. Хотя я люблю, когда в кофе добавляют именно коричневый сахар. Пусть он даже с красителем. Он какой-то такой аромат, что ли, кофе придает. Вот. Ну, здесь я уже еду домой. У нас плюс один и снег. Недавно было минус семнадцать, а тут плюс один. Ну, и на сегодня я уже с вами буду прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. До новых встреч.